Добрый день! О главных событиях к этому часу рассказывают корреспонденты агентства Хабар. В студии Батакоса Ркулова. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. Глава государства провел совещание с руководящим составом администрации президента. Об этом сообщает пресс-служба Аккорды. Отмечается, что в ходе совещания Нурсултан Назарбаев поблагодарил Адильбека Джексабекова за работу в качестве руководителя администрации президента и на других государственных должностях. А также особо отметил его вклад в становление и развитие государственности Республики Казахстан. Глава государства представил участникам совещания нового руководителя администрации президента Осета Исикешева. В завершении совещания глава государства акцентировал внимание на ключевой роли администрации президента в дальнейшем обеспечении экономического роста и повышении благосостояния народа, а также обозначил основные приоритеты ее дальнейшей деятельности. Указом главы государства Бахыт Султанов назначен Акимом города Астаны. Об этом сообщает пресс-служба Аккорды в своем твит-аккаунте. До назначения он занимал должность министра финансов. О других событиях. По итогам восьми месяцев рост экономики Казахстана составил 3,8%. Это на 0,2% меньше, чем за предыдущие семь. Такие данные в ходе сегодняшнего заседания Кабмина озвучил глава Миннацэкономики, объяснив замедление роста тем, что, цитата, «экономическое развитие проходит в условиях усиления рисков и волатильности на мировых рынках». По данным министра, снижение темпов наблюдается в промышленном производстве, растеневодстве и сфере услуг. С учетом набранного темпа роста ВВП с начала года задача в 4% остается выполнимой. Однако возможно недостижение целевых темпов роста в таких отраслях, как фармацевтика, производство продуктов питания и напитков, нефтепереработка, сельское хозяйство. В этих отраслях необходимо обеспечить до конца года ежемесячный рост в диапазоне 4-9%. По итогам 8 месяцев министерствами не освоено 80 миллиардов тенге. Это на 21 миллиард меньше, чем годом ранее. В числе отстающих – Министерство обороны, культуры и спорта, сельского хозяйства, внутренних дел, информации и коммуникаций. Подробнее о том, как прошло заседание Кабмина в итогах дня в 21 час. Пока о событиях в регионах. Идет ремонт 170 километров дорог республиканского значения в Костанайской области. На это выделено более 12,5 миллиардов тенге. Они освоены на 80%. На всех объектах ежедневно проводится мониторинг качества проводимых работ. Бывает при выпуске асфальта, допустим, где-то смесь битума больше положили там, или переукатали там, и из-за него выходит какие-то гребенка может выйти, или асфальт начинает сползать, вот если там копей на новых участках. Если такие в данный момент выходят, то они его вырезают же полностью и по-новому кладут. По одному участку может быть там 5-6 раз какие-то дефекты могут быть, но они, в принципе, не критичные. Новый метод лечения рака используют в Астане. Бороться с болезнью помогают врачи из США. Впервые томотерапию стали применять в Америке 8 лет назад. Ее суть в установке небольшого мегавольтного рентгеновского источника излучения вблизи опухоли. Лучи действуют целенаправленно, с разных углов и не повреждают здоровые ткани. Для таких лечебных процедур в Нью-Йоркский центр томотерапии ежедневно приходят около тысячи больных. Когда пациент приходит, аппарат автоматически, как GPS, определяет очаг заболевания. Процедура длится 10-15 минут. Пациенту не нужно никаких лекарств. Он не теряет волосы, не имеет побочных эффектов. Тяжелее всего лечится рак предстательной железы. Но в начальных стадиях еще можно вылечить. Поэтому раннее обследование онкологических заболеваний – это очень важно. Эти бабочки, декорации поднимают настроение нашим пациентам. Они проводят здесь 15 минут в день, и мы стараемся создать теплую и приветливую атмосферу. 26 проектов государственно-частного партнерства реализуются в сфере медицины в Актюбинской области. Из них 21 уже действуют. Завершается строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов и детской стоматологической поликлиники. Единственный проект, где будет предусмотрено привлечение зарубежных специалистов по договору. В течение пяти лет специалисты Южной Кореи будут работать у нас. И второй объект – это строительство детского онкогематологического центра и еще один центр позитронной эмиссионной томографии. Орден Красной Звезды нашел своего героя спустя 73 года. Его вручили ветерану Великой Отечественной войны из Костаная Александру Ахрамееву. Эту награду боец должен был получить еще в 1945 году за взятие Кенигсберга. Помешала ошибка в наградных документах. В них фамилия бойца начинается с буквы О, тогда как на самом деле с А. Расставить все на свои места помог внук бывшего солдата. Вместе с дедом он написал запрос в Российское министерство обороны. Архивные документы подтвердили данные о бойце. Когда завершился штурм, нам объявили, кто награжден какими наградами. Но нам надо было двигаться еще дальше по Восточной Пруссии. Я по скромности никуда не обращался. И только спустя 73 года я случайно поделился об этом с внуком. Вопрос решился в Министерстве обороны и в управлении президента Российской Федерации по наградам. Эту награду он практически сам нашел. Сам написал начальнику главного управления кадров письмо. Но подписался, я знаю, что словами бывший солдат Советской армии. Но насколько я вижу здесь в первом ряду, тут практически бывших солдат не бывает. Они до конца всегда остаются в строю. Карлак в цифровом формате. По таким названиям стартовал проект в Карагандинской области. Для библиотеки города Шахтинска, где и находится музей, был приобретен скоростной сканер высокого разрешения. В этом году с его помощью оцифруют больше 400 книг, газет и рукописей заключенных Карлака. Затем оцифровку пройдут письма, приказы НКВД, личные дела бывших заключенных. Кроме того, отсканируют и раритетные издания библиотеки. Это выставлено на сайте нашей ЦБС, где будет возможность вообще у всего мирового пользователя доступ к историческим документам. И о событиях в мире. Режим ЧП введен в двух штатах США из-за урагана Флоренс. По прогнозам синоптиков, он может оказаться мощнейшим за последние десятилетия. В Южной Каролине уже объявили эвакуацию. Свои дома покинут почти миллион жителей региона. Сейчас урагану присвоена четвертая степень. Ожидается, что он достигнет берегов США в ближайшие дни. В Иране открыли цех по производству центрифуг для обогащения урана. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салихи. Он также отметил, что специалисты полностью реконструировали исследовательский реактор в Тегеране. По его словам, все эти действия не нарушают соглашения по иранской ядерной программе. В июне страна уведомила МАГАТЭ о предстоящем событии. Летом 2015 года Тегеран и шесть стран-посредников договорились об условиях иранской ядерной программы. Но в начале мая этого года президент США сообщил о выходе штатов из соглашения и возобновлении ряда санкций против Исламской республики, что привело к напряженности вокруг вопроса иранской ядерной программы. Компания Volkswagen вновь предстала перед судом по так называемому делу Дизельгейт. На этот раз коллективный иск против концерна подали его акционеры. Инвесторы считают, что руководство автоконцерна должно было заранее предупредить о вредных выбросах дизельных двигателей. Тогда они могли бы продать свою долю до того, как бумаги потеряли почти 40% стоимости. ИСЦы оценивают свои убытки более чем 9 миллиардов евро. Общие убытки компании, связанные с урегулированием этого скандала, составили почти 30 миллиардов евро. По законам Германии, Volkswagen обязан предоставлять столь важную информацию инвесторам и рынку капитала. Мы убеждены, что концерт должен был сообщить самое позднее, в 2007 году, что не способен разработать эту технологию, необходимую для США. Но он этого не сделал. Напротив, он получил разрешение обманным путем, в чем сам признался. Сегодня в Астане открылся третий международный конгресс чтения. На нем обсудят мировой опыт совершенствования деятельности библиотек и популяризации чтения. В программе гостевые лекции, тематические дискуссии и мастер-классы. Также запланирована передача цифровых книг из библиотек разных стран для пополнения фондов Казахстанской национальной электронной библиотеки. Национальная академическая библиотека сегодня имеет полтора миллиона книг. Около 100 тысяч уже электронной версии книг поняли, что мы не можем сегодня, скажем, интерес читателей обделить, что можно читать книги, можно читать электронную версию. Я думаю, что книга была ценна, она будет актуальна всегда во все времена. И к этому часу у нас все. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова